Если в еврозоне вся опубликованная макроэкономическая статистика не дотянула до прогнозов аналитиков, что оказало еще большее давление на евро в паре с американским долларом, то для трейдеров по британскому фунту хватило выхода всего одного индикатора. И им оказался уровень безработицы, продемонстрировавший рост в декабре с 4,3% до 4,4%. Последующие данные, наоборот, оказались лучшие ожидания участников рынка. К примеру, число заявок на получение пособий по безработице в декабре сократилось на 7200, после предыдущего роста на 6200 обращений нетрудоустроенных граждан. Аналитики предполагали лишь замедление роста. Тем временем, средний уровень заработной платы с учетом премии в декабре продемонстрировал стабильный подъем на 2,5%, как и предполагали эксперты. Однако на движение британского фунта это уже никак не повлияло. Пара фунт-доллар приближается к минимуму с сессии, покинув уровень 1,3950. Стоит отметить, что рост уровня безработицы стал причиной снижения уверенности инвесторов в том, что Бонг Англии в ближайшее время поднимет процентную ставку. Ожидается выступление главы Центробанка оцененного королевства Марка Карни. Его речь может повлиять на дальнейшее движение пары под названием Кабель. Завтра также ожидается публикация данных по изменению объема ВВП в стране за четвертый квартал. Поэтому у британской национальной валюты еще есть шанс восстановить свои потери.